Вы когда-нибудь задумывались, почему как бы мы ни старались мыслить позитивно, наши негативные мысли всегда кажутся нам на шаг впереди. И это все из-за нашего подсознания. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди достигают успеха так быстро и легко, в то время как другие борются с проблемами годами? Виктория Высочанская исследует силу подсознания и то, как его силу можно использовать для создания значимых изменений в вашей жизни. Осознав, как работает наш разум, мы можем задействовать силу нашего подсознания и с большей легкостью реализовать свои цели. Виктория считает, что наши подсознания подобны мощному суперкомпьютеру, и если мы научимся правильно им пользоваться, то сможем добиться всего, чего захотим. Информация, которую Виктория получает телепатическим путем из эфирного пространства, может помочь нам понять, как наши мысли, чувства и эмоции влияют на нашу жизнь. Как положительно, так и отрицательно. Своими учениями и практиками она учит нас тому, как использовать силу подсознания для проявления желаемой реальности. Виктория разработала уникальный стиль работы с подсознанием, который направлен на раскрытие творческого потенциала, заложенного в каждом из нас. Благодаря своим методам, Виктория помогла бесчисленному количеству людей раскрыть свои внутренние ресурсы и воплотить свои мечты в реальность. А вы когда-нибудь задумывались над тем, в чем заключается сила подсознания? По словам Виктории, сила подсознания больше и сильнее, чем вы думаете. Виктория побуждает нас подружиться с нашим подсознанием и использовать нашу внутреннюю силу, чтобы помочь нам создать ту жизнь, которую мы хотим. В своей работе она показывает нам, как мы можем использовать силу нашего подсознания, чтобы вносить долгосрочные изменения в нашу жизнь и достигать наших целей. Мы можем использовать неисчерпаемую силу подсознания, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему. Учения Виктории являются мощными инструментами для личной трансформации, а также дают глубокое понимание того, как мы можем использовать наше подсознание, чтобы создать для себя более полноценную жизнь. Итак, если вы ищете способы раскрыть свою внутреннюю силу и раскрыть свой творческий потенциал, то пришло время изучить силу учений Виктории Высочанской о силе подсознания. Виктория Высочанская раскрыла силу подсознания в своем стиле. Она объединяет свои знания в области психологии и телепатии и создала уникальное сочетание тренерства, медитаций и работы с подсознанием в альфа-ритме. Обращаясь к нашему подсознанию, она предлагает заглянуть в наш внутренний мир, который часто упускается из виду в традиционной психологии. Ее учения заставляют задуматься, и они проницательны. Истории ее клиентов отправляют нас в путешествия по таким темам, как любовь, утрата, отношения, магия и сама жизнь. Сколько тайн открывают истории людей, которые приходят к Виктории на сеансы. Подумать только, сколько интереснейших фактов из прошлых воплощений показала Виктория, работая как телепат. Итак, давайте исследуем силу подсознания через стиль повествования Виктории Высочанской. Откройте свой разум новым возможностям и окажитесь в совершенно новом мире. Мы открываем серию видеоуроков для вас, дорогие подписчики, любители познания себя истинного. Вы верите в силу подсознания и Виктория точно знает это. Она считает, что обращение к своим сокровенным мыслям может помочь вам стать лучшим и более эффективно использовать свой творческий потенциал. Как она говорит, подсознание – это мощная и загадочная сила, которую можно использовать, чтобы раскрыть спрятанную внутри вашего подсознания силу. Она считает, что, поняв, как получить доступ к нашему подсознанию, мы можем создавать действительно удивительную жизнь. Полную увлекательных приключений, достижений и счастья. С помощью подсознания мы можем открыть целый новый мир творческих идей и историй, которые в противном случае остались бы скрытыми в недрах памяти. Сегодня мы познакомимся с техникой визуализации своих желаний. Прелесть этой техники в том, что она не требует каких-либо специальных навыков или подготовки. Все, что вам нужно сделать, это довериться собственной интуиции и позволить ей вести вас. Так почему бы не попробовать прямо сейчас? Сделайте глубокий вдох, закройте глаза и позвольте своему подсознанию взять верх над логическим мышлением. Никогда не знаешь, какие удивительные идеи могут появиться. Визуализация ваших целей – ключ к успеху, а с помощью простых инструментов это сделать еще проще. Ваше воображение может помочь вам создать потрясающие визуальные картинки, которые привлекут внимание к будущему и вдохновят вас на работу для достижения ваших целей. Будь то карьерная цель, финансовая цель или личная веха, инструменты визуализации можно использовать для создания четкой дорожной карты того, куда вы хотите пойти и как вы туда доберетесь. Ведь наш мозг работает как навигатор. Он выстроит самый короткий путь, если вы укажете ему точный адрес. Представьте себе будущее, в котором все ваши цели уже стали реальностью. Визуализация – это ключ к достижению цели, и это легко сделать с помощью правильных инструментов. Вы можете создать жизнь, которую хотите, шаг за шагом, используя визуализацию того, чего вы хотите достичь. С визуализацией вы можете планировать и проектировать свои будущие цели реалистично и достижимо. Лучше визуализировать свой успех как совершившиеся события. И используйте визуализацию как мотивацию, чтобы продолжать двигаться вперед. Давайте использовать визуализацию вместе, чтобы наши мечты сбылись. Правильная визуализация цели – отличный способ убедиться, что ваши усилия направлены на достижение желаемых результатов. Будь то деловая или личная цель, четкая визуализация того, к чему вы стремитесь, поможет вам оставаться сосредоточенным и мотивированным. Конечно, целью должно быть что-то ценное, конкретное, независимое и экологичное. Достижение этих целей гарантирует, что вы не только достигнете своей цели, но и внесете свой вклад в благополучие общества. Визуализация таких целей может помочь вам не сбиться с пути и оставаться преданными им. Пришло время заняться творчеством. Визуализация цели – неотъемлемая часть пути к успеху. Потратив время на создание конкретного, независимого и экологичного мысленного образа того, что вы хотите, вы можете значительно увеличить скорость, с которой ваши желания исполняются. Будь то продвижение по службе или открытие бизнеса, визуализация, конечно, цели сделает вас на один шаг ближе к ее воплощению в жизнь. Визуализация цели является ключевой частью достижения любой цели. Недостаточно просто иметь широкое представление того, чего вы хотите. Вы должны быть в состоянии представить это в своем воображении таким образом, чтобы это было одновременно конкретным, зависящим только от вас, и экологичным. Важно прочувствовать свою цель, ощутить ее как можно большим числом органов ваших чувств. Чем больше деталей, тем лучше. Задайте себе вопрос, где я нахожусь, когда моя цель будет достигнута. Какие люди меня окружают? Что я делаю? Как я себя чувствую? И так далее. Если дело касается желаемой цели, то представьте ее в мельчайших подробностях. Если это автомобиль, к примеру, то какой марки и какого цвета, какая обивка внутри, и так далее. Одна девушка рассказала, что она мечтала сделать ремонт своей кухни. И, когда она буквально увидела и цвет мебели. И цвет напольной плитки, как обстоятельства, сложились таким образом, что ремонт буквально сам пришел в ее дом. Все сложилось наилучшим образом. Вот почему важно убедиться, что вы визуализируете свою цель как завершенное что-то, очень ценное для вас, конкретное, независимо от действий других людей и экологически чистым способом. Когда вы это делаете, вам становится намного легче понять, что нужно сделать, чтобы ваши желания и мечты стали реальностью. Чем детальнее вы представляете себе желаемое, тем быстрее желание исполнится. Помните, что экологичность – самое важное условие. Ваша цель должна зависеть только от вас и не приносить вред никому. Иначе Вселенная будет препятствовать исполнению вашего желания. Когда дело доходит до достижения целей, лучший способ убедиться, что вы их достигнете – это установить конкретную дату исполнения. Чем детальнее вы представляете себе, чего хотите достичь, тем быстрее ваше желание будет выполнено. Потому что у вас есть точная временная шкала, которая постоянно подталкивает вас к вашей цели. Так что, если вы хотите чего-то достаточно сильно, установите целевую дату и сосредоточьтесь на ее достижении. Ни для кого не секрет, что установка конкретных сроков выполнения может помочь вам не отставать от своих целей и обеспечивать их. Своевременное выполнение. Но мало просто иметь цель, нужно думать и о деталях. Чем детальнее вы сможете представить в вашем воображении, тем быстрее эти желания станут реальностью. Другими словами, если вы хотите, чтобы что-то было сделано, установите себе крайний срок. Мы все должны стремиться к тому, чтобы наши цели были экологически безопасными, учитывая право других на самоопределение и выбор. Но часто кажется, что мы просто крутимся, или что наши цели слишком расплывчатые и неопределенные, чтобы что-то изменить. Хорошая новость заключается в том, что так не должно оставаться. Если вы будете более подробно представлять себе то, что хотите, ваши желания будут исполняться быстрее, чем когда-либо прежде. Это потому, что чем яснее и точнее вы сформулируете свою цель, тем лучше вы будете подготовлены к ее достижению. Так что не позволяйте себе отвлекаться, сосредоточьтесь на деталях и наблюдайте, как ваши мечты сбываются. Практика простая. Итак, самое главное – расслабиться. Для новичков можно использовать обратный отсчет. Сделайте несколько глубоких вдохов. Отсчитайте от пяти до одного. Закройте глаза и... Доверьтесь своему внутреннему чутью. Разговаривайте с вашим внутренним «я», задавайте вопросы и ждите ответы. К примеру, где я нахожусь, когда моя цель достигнута. Какая вокруг меня обстановка, какие люди меня окружают, что я делаю и что я чувствую. Наш мозг воспримет вашу картинку как состоявшуюся реальность и начнет подгонять под эту реальность все события таким образом, чтобы они соответствовали образцу, созданному вашим воображением. Ведь все, что попало в подсознание, начинает работать как программа с установкой к действию. Надеемся, что у вас все получится. На самом деле это самый простой способ модулировать события нужным вам образом. В жизни Виктории бил случай, когда мне, как менеджеру, нужно было решить конфликт между двумя сотрудницами. Естественно, она не имела ни малейшего желания быть между ними посредником. Вечером, накануне Виктория представила на внутреннем экране ситуацию, когда конфликт между двумя сотрудницами решился сам собой. Буквально на следующее утро Виктория просто наблюдала, как вмешался третий персонаж и расставил все по своим местам. Все получилось, как и хотела Виктория. И таких историй можно вспомнить очень много. Сила, спрятанная в подсознании, действительно колоссальная. И она, кажется, только и ждет, чтобы ми ее использовали. Поделитесь в комментариях, пожалуйста, как вы используете вашу силу мыслей и подсознания. А мы, в свою очередь, будем и дальше делиться с вами нашими мыслями. Напишите, интересен ли вам такой формат обучающих видео, а также какие темы вы хотели бы, чтобы раскрыли для вас. Ждем от вас вдохновляющих результатов. Множество людей уже изменили свою жизнь и продолжают улучшаться и совершенствоваться. Задавайте вопросы в комментариях, и мы с радостью на них ответим. Мы любим читать ваши комментарии, ведь общение с вами, дорогие подписчики, вдохновляют нас еще больше делать усилий для нашего общего блага. Субтитры создавал DimaTorzok